А сейчас колонка главного редактора. Это новая рубрика, в которой Дмитрий Нечаев коротко подведет итоги дня по ситуации с распространением коронавируса в России и мире. Мы стремимся делать все, чтобы вы были максимально вооружены объективной информацией и смогли уберечь от заболеваний себя и окружающих. Добрый вечер. Студия Дмитрий Нечаев. Это колонка главного редактора. И сейчас я вас познакомлю с основными событиями с полей сражения с коронавирусом COVID-19. Итак, сначала мы поговорим о том, что происходит в мире, затем, что происходит в России, а после в Тверской области. Ну и также поговорим о том, какая еще проблема. Все рельефнее, все отчетливее высвечивается на фоне вот этой информации про распространение COVID-19. Итак, в мире подтверждено на данный момент, на 31 марта, 801 400 случаев заболевших. Выздоровело 172 657 человек и скончалось 38 743 человека. Это я напомню в мире. Теперь в России. В России подтверждено 2337 случаев. Выздоровело 121 человек. Скончались 17. Всего проведено более полумиллиона тестов на COVID-19. Ну и надо сказать еще вот о такой статистике, что за последние сутки в столице, в Москве, выявили еще 387 новых пациентов с COVID-19. Что здесь нужно уточнить? Еще вчера за сутки выявлено было 212 случаев заболевших, а днем ранее 197. За эти сутки более 380. Видите, какая идет нарастающая динамика. Поэтому еще раз призываю вас соблюдать меры предосторожности. Что касается ситуации в нашем регионе, к счастью, удается обстановку держать под контролем. В настоящее время у нас зарегистрировано 4 заболевших, 2 из которых уже выздоровели и выписаны. А за жизнь двух других борются врачи. Далее. У нас продолжает работу горячая линия, на которую вы звоните и оставляете свою информацию, свои вопросы по поводу вот этой ситуации, связанной с пандемией коронавируса. Ну и вот сегодня поступили также несколько десятков вопросов. Основные из них касаются по-прежнему. Вопросы звучат о том, где взять маски, где купить антисептик, в каких магазинах это есть. И также есть предложение о том, что в аптеках, подобно тем мерам, которые предлагают, ну все смотрят, федеральные каналы, которые предлагаются в Москве, все разграничивают линии так, чтобы люди могли соблюдать интервал и стоять не ближе полутора-двух метров друг от друга. Для этого на полу наклеивают специальные полоски и просят людей соблюдать дистанцию. Да, вот эта мера принимается. Я думаю, что отреагируют и наши аптечные заведения. Что касается пунктов продажи масок, то в настоящее время в первую очередь обеспечиваются учреждения здравоохранениями, создается некий запас. Несколько предприятий в нашем регионе переведены, перепрофилированы на производство этой продукции. И в ближайшее время, когда будет сформирован необходимый запас для, в первую очередь, медицинских учреждений, они начнут поступать в продажу. Так что просто нужно немножко подождать. Ну и кроме того, в интернете очень много информации о том, как уже самим изготавливать многоразовые маски, которые, ну конечно, по-другому используются. Не как одноразовые, их нужно кипятить и затем гладить утюгом с парогенератором. А теперь давайте поговорим несколько слов о том, о той проблеме, как я уже сказал, которая все более рельефно высвечивается, все больше нарастает на фоне информации о медицинской стороне пандемии коронавируса. Дело в том, что сейчас все больше и больше говорят, что эта эпидемия будет рано или поздно преодолена. Конечно, человечество с ней справится, дай бог, чтобы с как можно смельчими потерями. А вот другая проблема, экономические проблемы, они продолжают нарастать и с ними, похоже, справиться очень быстро не получится. Как сейчас себя чувствует малый и средний бизнес? Дело в том, что он стал одним из наиболее пострадавших сегментов российской экономики в результате пандемии коронавируса. И особенно туристические компании, пансионаты, турбазы, рестораны, кафе. Вот все они резко сократили свою деятельность для уменьшения контактов людей в общественных пространствах. Это стало очень серьезным ударом по бизнесу, который и так-то, надо сказать, был не на подъеме. Падение оборотов в сферах общепита, бытовых услуг сегодня достигает от 50 до 80%. И это, конечно, автоматически, как вы понимаете, влечет за собой остановку работы и невозможность платить налоги. Бизнес просит сейчас, он просит дать ему возможность встать на паузу, отменить на время ряд налогов, включая такие важные, как ЕНВД и НДС. И вот помочь государственными мерами поддержки работникам отправлены в вынужденные отпуска, и потерявшим работу как раз и просят сейчас предприниматели. Они просят также оказать содействие в реструктурировании и рефинансировании кредитов, установить арендную амнистию. Надо сказать, что вся эта ситуация однозначно требует экстренных мер и государственных мер поддержки. Российским правительствам, надо сказать, бизнес услышан, и меры такие разработаны, уже предложены, уже даже некоторые из них начали действовать, как мы знаем. Вот по словам премьера России Михаила Мишустина, банки ВТБ и Сбербанк получат гарантии на 20 миллиардов рублей каждый, а всего российские банки получат гарантии на 100 миллиардов. Вот на что пойдут эти средства? Эти кредитные средства будут направляться малым предприятиям, как раз на выплату, в первую очередь заработной платы. Расчет будет производиться по следующей схеме. Будет браться число сотрудников компании, его будут умножать на МРОД, минимальный размер оплаты труда, а затем умножать на 6, так как срок кредита 6 месяцев. И вот будет из этой суммы оказываться, исходя из этой суммы, оказывается поддержка. Надо сказать, что данный продукт позволит компаниям решить ключевую сейчас социальную проблему в нынешних условиях. Это сохранить коллективы и обеспечить своих работников необходимыми денежными средствами в период этого вынужденного простоя, ну а также в период проблем со сбытом. Совместно с правительством России и Центральным банком готовится решение, предлагающее стопроцентное субсидирование процентов, то есть, ну, фактически бесплатные кредиты. Эти кредиты будут предоставляться на срок до полугода со сроком принятия решения один день по минимальному пакету документов. И, кстати говоря, выдача первых таких кредитов была запланирована на 31 марта, и она уже начата. Кроме этого, на федеральном уровне приняли первоочередные меры поддержки. Это от освобождения от весового контроля транспортных средств, перевозящих товары первой необходимости, ну и до субсидирования процентов по кредитам и введения моратория на проверки и уплату арендных платежей. Это как раз то, о чем сейчас больше всего просит наш бизнес. Что касается нашего региона, то в Тверской области бюджетные вливания на поддержку предприятий составят более 1,8 миллиарда рублей. И, как сказал губернатор, важно, чтобы в этих непростых условиях суметь сохранить экономику и помогать предприятиям, оказавшимся в зоне риска, заявил губернатор нашего региона. И вот, кстати говоря, в нашей области основные отрасли, которых коснется спад, сложившийся в результате падения рубля, а также падения стоимости нефти, пандемии коронавируса, конечно же. Это, как я уже сказал, туризм, сфера услуг, лесопромышленный комплекс, звероводство, обрабатывающая промышленность, торговля промтоварами и транспортные перевозки. И вот как раз в связи, в соответствии с федеральными мерами поддержки и собственными экономическими особенностями, Тверская область разработала свой план мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития или «Окно возможностей» для предприятий зоны риска, как его назвал губернатор нашего региона Игорь Михайлович Руденя. Во-первых, это финансовая поддержка, это снижение налоговых ставок при применении упрощенки. И второе, это снижение потенциально возможного годового дохода на две трети при применении патентной системы налогообложения. Третья мера, это рекомендация органа местного самоуправления о снижении на 40% действующего корректирующего коэффициента базовой доходности, который используется для исчисления единого налога на вмененный доход. Четвертая мера, это отсрочка принудительного взыскания задолженности по налогу на имущество юридических лиц, которые находятся на данный момент в зоне риска. Ну и кроме того, это создание стабилизационного фонда для оздоровления системообразующих предприятий, декапитализация фонда содействия кредитованию для предоставления займов на оплату труда сотрудников, ну и также утверждение новых и расширение существующих кредитных продуктов для фонда, направленных на покрытие операционных расходов предприятий и создание сервисов доставки. Ну и еще одной важной мерой поддержки сами предприниматели назвали отсрочку на уплату арендных платежей для предприятий зоны риска сроком на полгода с последующей возможностью предоставления рассрочки платежа на пять лет. В качестве поддержки туристической отрасли, наиболее подверженной рискам в данной ситуации, в региональном Минеке предложили продлить период проведения туристических поездок для обучающихся общеобразовательных организаций на летний сезон. Для сельхозотрасли увеличат субсидирование на содержание племенного маточного поголовья в сфере звероводства и на посевы озимых зерновых культур. Теперь что касается мер поддержки для лесной отрасли, которая традиционно была сильна в нашем регионе. Вот здесь перенос сроков арендных платежей на декабрь 2020 года и не будут вводить временные ограничения движений больших грузов на дорогах регионального и местного значения, а также обеспечат предприятия лесной отрасли материалами для восстановления подъездных дорог. Это очень актуально, особенно в период теплой зимы, на льготных условиях и предоставит посадочный материал для лесовосстановления тоже на льготных условиях. Ну и также даны рекомендации о неприменении мер по отключению производств от сетей электро- и газоснабжения при трудностях с оплатой. Это очень сейчас важно. Кстати, объем предприятий, оказавшихся в зоне риска у нас в регионе, составляет примерно 21% регионального волового продукта, и на них трудится более 50 тысяч наших земляков. Как сказал Иван Егоров, зампредправительство, в правительстве сейчас определяют перечень видов деятельности, оказавшихся в зоне риска, и список системообразующих предприятий, а также будут вести мониторинг их финансово-экономического состояния. Ну а губернатор Игорь Руденя отметил, что это первый пакет мер по поддержке экономики, и в дальнейшем, в зависимости от ситуации, область готова его расширять. Ну что ж, на сегодня это все, но я хочу сказать, что вот эти озвученные темы мы в ближайшие дни будем обязательно обсуждать с экспертами в наших программах «Тема дня», а также в других выпусках колонки редактора и, конечно, в нашей рубрике, в наших новостях. Всего вам доброго, берегите себя, своих близких, соблюдайте меры предосторожности, и до завтра.